Кого умерли? Женщину и ребенка. Что, серьезно? Серьезно. А вы родственник? Да я отец. Правда, что вы? Пытаясь открыть замок, мужчина в панике забегает в квартиру. Внутри дверь опечатана. Дурные вести глава семейства узнает от журналистов. Его младшей дочери и бывшей супруги больше нет в живых. Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек в одной из квартир дома по улице Белимбаевской. В убийстве подозревают 16-летнего подростка, возлюбленного погибшей. По версии следствия, молодой человек накануне вечером приехал к своей 14-летней подруге и накинулся с ножом на девочку. Причиной конфликта стало подозрение в измене. В жизни была жительная. Ничего отрицательного не было. Абсолютно ничего отрицательного. Она очень скромная такая была. Что там не случилось с этим парнем? Я не знаю. Может, она влюбилась. 14-летнюю девочку воспитывала только мама. Чтобы 62-летняя женщина не рассказала о смерти дочки, парень выждал, когда та вернется с работы и тоже убил ее. В полицию о случившемся сообщил брат подозреваемого. Школьник во всем признался. Он вообще добрый парень. Я не верю, что он мог убить вообще. Да? Почему? Потому что... Очень спокойно. Он ребенок. Ребенок, ребенок. Я не верю. Однако учителя подозреваемого с этим не согласны. Подросток часто прогуливал школу. Из-за этого его пришлось оставить на второй год. О скрытой агрессии говорит и статус парня в социальных сетях. Началось все с мелких правонарушений. Кража телефона. Потом группа элит. Мама приходила, заявление писала. Еле-еле. То есть мы ее выцепляли в школу, чтобы она хоть как-то... Бывали случаи, что она на звонки не реагировала. Семья неблагополучная. Никто не следил за ним. В школу ходил грязный, немытый. В одной и той же одежде. Маме на него было все равно. В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Так как парень несовершеннолетний, ему грозит лишь до 10 лет лишения свободы.